Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Чернявская. Поговорим о безопасности на воде в период купального сезона. Сотрудники МЧС продолжают ежедневные рейды по диким пляжам, предупреждая людей об опасности, однако отдыхающие не перестают купаться в несанкционированных местах. Вот и сегодня в нашей студии мы в очередной раз расскажем, где купаться можно, где нет, какие последствия могут быть при невнимательном поведении на воде. Почти каждый день печальная статистика пополняется новыми случаями, а сегодня гость в студии Наталья Васильевна Нестерова, начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Самарской области, расскажет о профилактике. Здравствуйте, Наталья Васильевна. Здравствуйте. Ну что же, лето у нас в Самарской области идет полным ходом. Наш регион очень богат водоемами и в самом разгаре навигация. Какая работа проводится вами для обеспечения безопасности жителей региона на водных объектах? Работа проводится ежедневно. Во-первых, работа проводится непосредственно государственными инспекторами по маломерным судам Главного управления МЧС России по Самарской области на воде. Патрулирование на воде проводится ежедневно. Служба ГИМС? Да, ГИМС. Это государственный инспектор ГИМС. Все правильно сказали. Проводится работа в рамках месячника безопасности на водных объектах в летний период. Сразу скажу, что наша работа, она вообще круглогодична. Но вот если мы говорим о летнем периоде, то по приказу месячник безопасности в этом году у нас начался с 1 мая. И он будет продолжаться вплоть до 30 сентября. То есть в рамках этих запланированных мероприятий у нас ведется совместная работа с администрацией муниципальных образований Самарской области в части объяснения, патрулирования совместной, работа с гражданами, бесед, раздача памяток. Уделяется особое внимание детским оздоровительным лагерям. Поэтому сразу скажу, что в этом году задекларировано, то есть допущено к эксплуатации официально по Самарской области 42 пляжа на всей территории Самарской области. В том числе три пляжа находятся на территориях детского оздоровительных лагерей. Там у нас в каждую смену проводится такая профилактическая работа, очень интересное мероприятие. Это не просто там нудное защитение, что нельзя и так далее. Мы обычно работаем там со спасателями и наглядно показываем, теоретическая часть рассказываем, основные аспекты безопасного поведения и практическая часть. То есть если это пляж, спасательный круг, как правильно его бросать, показываем. Потом у нас ребята, отдыхающие в лагере, пробуют бросать. Сразу скажу, что это не у всех, мало у кого получается. Это достаточно тяжело. Очень тяжело, да, у нас даже некоторая часть такая, как викторина, у кого получится, нет, бросить круг так, чтобы еще не усугубить ситуацию. Потом у нас есть очень интересный тренажер, на нем показываем необходимые навыки. То есть как спасатели человека вытаскивают, как оказывают ему первую помощь. Ребята тоже, это все наглядно, это очень все запоминается. Очень много историй нам ребята рассказывают. Оказывается, я не знаю, знают о них родители или нет, но в каких ситуациях они были. И давайте, если статистику... Да, у меня, конечно, всегда показательные, да. Статистику и вот основные причины. Вот с начала года у нас на территории Самарской области зафиксировано 34 происшествия на водных объектах, в результате которых, к сожалению, 28 человек погибло, в том числе трое детей. То есть практически каждый случай трагичен. Практически каждый случай. 18 человек спасено, остальные 28 человек погибло. Берем 1 мая, да, на начало вот как бы нашего летнего сезона. То есть с 1 мая зафиксировано 23 происшествия на водных объектах, в результате которых, к сожалению, 20 человек погибло. Вот две девочки в числе этих 20 погибших. В том числе произошло уже три происшествия с маломерными судами, в результате которых один человек погиб. То есть каждые выходные, к сожалению, добавляют цифры в нашу статистику. И мы, как ни ведется наша работа среди вот и взрослого, и детей, основная, конечно, причина гибели детей, как была, так и остается, это нахождение детей на водных объектах, в несанкционированных местах, то есть это ни места, ни пляжи, и без сопровождения взрослых. Уж насколько уже спрашивать, знали ли их родители взрослые там, где они находятся, когда они планируют вернуться, и были ли беседы на тему безопасности, да, и хотя бы элементарно сказать, что нельзя заплывать там, умеешь ты, не умеешь плавать, даже если ты хорошо умеешь плавать. Особенно в начале летнего сезона, когда вода еще не прогрелась, и сейчас, когда погодные условия нестабильны, температура в Волге воды на сегодня составляет всего лишь 20 градусов, это достаточно прохладная вода, элементарно заплывая далеко, может свести руку-ногу с удорогой. Вот, пожалуйста, причина несчастного случая. Вот они пришествия, да, взрослые неадекватно оценивают свое состояние, может быть, находясь тоже не в совсем адекватном состоянии, а дети, тем более, им хочется всем жарко, вот сейчас стоит жаркая погода, всем жарко, всем хочется окунуться, всем хочется искупаться. Находясь на воде, граждане наши в большинстве случаев теряют бдительность. Наша работа профилактическая, да, возвращаясь к вашим, вот непосредственно на пляжах мы, или на пляжах работаем, и работаем в местах массового отдыха, это в основном, это уже у нас совместные рейды, и с администрацией муниципальных образований, и с представителями внутренних дел, и с представителями общественности, со спасателями, то есть там уже ведется работа с гражданами, вот видите, висит предупреждающий аншлаг, купание запрещено, вы здесь купаетесь, что вас подвигло, то есть знаете ли вы, не знаете ли вы, что здесь, чем это может для вас грозить, а самое главное, если вы с детьми время проводите на водных объектах, основные вот, основные правила хотя бы с детьми, или следите ли вы, нет, потому что уже в этом году при патрулировании у нас уже были факты, когда дети сами по себе немножечко в сторонке, да, так сказать, они в прямой видимости у их родителей не находились, и на вопросы взрослых, чьи дети, нам отвечали, нет, не наши, нет, не наши, и нет, не наши, а потом, как оказалось, нет, я не знаю, чья девочка, она подбегает со словом, мам, я там вот, ну то есть вот это, конечно, смешного ничего нет, и никаких вот юмористических таких ситуаций не нужно, это может привести к трагедии, потому что дети все маленькие, все до 8-летнего возраста. И требуют к себе, конечно же, повышенного пристального внимания, особенно если находятся на водных объектах. Скажите, пожалуйста, что чаще всего по статистике, опять же, приводит к гибели на воде? В основном, вы уже говорили, да, температура в Волге там 20 градусов, 21 температура, воздух у нас 36-38 градусов. Рекомендации основные какие, все забывают, заходить в воду постепенно, купаться в установленных разрешенных местах, 42 пляжа совершенно достаточно. Кстати, Наталья Васильевна, извините, вас перебью, а где вот эта информация находится об 42 официальных пляжах? Где ее можно посмотреть и быть, как говорится, вооружен? Да, мы с мая месяца уже опубликовали на официальном сайте Главного управления МЧС России, там находится вся информация, перечислены все и база стоянки для маломерных судов, которые допущены к эксплуатации в этом году, и пляжи, которые допущены. Они публиковались и в СМИ, и публиковались, и нами они оглашались вот при интервью и выступлениях разных. И они как бы... То есть они в доступности, да? Они в доступности, абсолютно. Никто не скрывает эти места, и, пожалуйста, ознакомьтесь, и купайтесь в установленных местах. Если граждане будут звонить в Главное управление, мы тоже говорим эту информацию. Вот везде, на всей территории Самарской области вся эта информация в общедоступной находится. Посмотрите, вот где... Почему, опять же, вот почему на пляжах, почему не в диких местах? Потому что на пляже, по крайней мере, есть спасатели, есть медики. Дно там проверено. Вода, она на контроле. Берег тоже на контроле. В разных заведениях, которые там продают алкоголь, тоже не должно быть на пляжах. Контролируется. Пользование маломерными судами, плавание на маломерных судов вблизи пляжей категорически запрещается. Поэтому это все на контроле. Поэтому все сделано для безопасного отдыха. Все, собственник пляжа, будь он муниципальный или частный, все сделано для безопасности. Во всех остальных местах массоводых, конечно, у нас есть информация по информации соответствующих специалистов муниципальных образований. Нам ведется и статистика, это ведется. Но там, к сожалению, вот этих вот нету. Ни медиков, ни спасателей нет. Но, тем не менее, люди там продолжают отдыхать. Но, с одной стороны, конечно, понять можно. Погода, жарко, лето. Может быть, нет возможности куда-то поехать отдохнуть. А вот она, вода, рядом, пляж, рядом, почему бы не пойти? Может быть, и можно. Но вести себя нужно как? Нужно, если вы, вот так случилось, да, вот в этом месте. Во-первых, и вы с детьми, возьмем такую ситуацию, обыграем. Вы сами, во-первых, проверьте дно. Зайдите, посмотрите, мелко-немелко. Может быть, там есть какие-то углубления. Может быть, там есть какие-то коряги, бетоны и так далее. Там, ну, все что угодно может быть под водой. Вот, проверьте дно, проверьте воду. Ну, посмотрите, вот что-то в ней плавает. Потому что вряд ли вам захочется в каком-то озерке, в котором был крупнорогатый сход и так далее. Вот, чтобы видимость была. Камыши, никаких сточных труб. То есть, вот этого ничего не было. Проверьте сами. Маленькие дети, все мы наблюдаем картину, одевают вот на рукавники, надувают. Жилеты, круги. Да, сразу скажу, это не спасательные средства. Это просто так психологически для... Ну, для ребенка вот он думает, что на нем... Это не спасет. Во-первых, все эти вещи, прежде чем одеть и отправить ребенка в воду, нужно проверить на берегу, надуть. Может, они там дырявые, спускают воздух, склеились там. Даже если они и новые. Да очень много может быть причин. Много всяких... Но, тем не менее, эти средства держат. Держат, но основная ошибка, что мы не наблюдаем. Дети, если вот в этих вещах на них одеты, взрослый рядом, в воде обязательно должен присутствовать. В воде, а не на берегу. Особенно это относится вот к надувным матрасам и так далее. Потому что надуть матрас, проверить, да, он не спускает, посадить ребенка. Особенно если речь идет о таких больших акваториях, как река Волга, где это судоходная река, Волга, Самара, где течение, да, и отпустить это приведет к катастрофе. И к трагическому последствию может привести. Поэтому вот на таких вот надувных вещах либо... Вот, кстати, мы об этом не случайно заговорили, Наталья Васильевна. Сабы, да, различные вот новые виды отдыха на воде, сабы, доски. Расскажите, вот на них безопасно плавать? И, может быть, какие-то вы рекомендации бы дали по их использованию? Ну, сразу скажу, что это спортивный инвентарь. И это, так сказать, активный отдых, достаточно опасный активный отдых на воде. Потому что не все умеют плавать. Ими пользоваться, кстати. Ими пользоваться. Если ими пользуются, не все умеют плавать. Очень много людей, которые на них встают и стоя, сидя там, по-разному на них люди находятся, грибут веслом без спасательных жилетов. То есть это мы считаем верх самоуверенности. И вот такой вот потери бдительности. Что-то случается, и начинается паника. Потому что что-то случается. Человек из зоны комфорта переходит в экстремальную ситуацию, начинается паника. Тут же забывается вообще все. Человек пытается себя спасти. А прежде чем... Чтобы вот этого не доп... Наша задача основная – предотвратить происшествие. То есть объяснить людям, прежде чем сделать что-то, это опасно. Вы подумайте о своей безопасности. Любой вид отдыха, в первую очередь, на сапах должен быть безопасен. Чтобы там это были не судоходные рейки. Чтобы там не было течения. Чтобы вы были одеты в спасательных жилетах. Чтобы какие-никакие инструктаж с вами на тему безопасности был проведен. Вот. Но, конечно, сначала нужно потренироваться. Потому что и для нас тоже это новый вид отдыха. Потом сразу скажу, что эксплуатация вот этих досок в границах пляжа запрещена. Да. Ну, подумайте сами. Вы купаетесь, плаваете, ребенок, да, детская зона отдыхает. И у него вот рядом эта доска. На его место поставьте себя, вот пользователь САП. Было бы вам комфортно, приятно отдыхать в таких ситуациях. Поэтому лучше, конечно, их использовать на закрытых водоемах, где нет ни судоходства, ни течения. Выбирайте вот место, где плавать. Опять же... Но голосуйте всегда за свою безопасность. Вот, кстати, прервем наш сейчас разговор и посмотрим видеосюжет о спасателях на пляжах. 18-летний Артем Щербенев работает спасателем первый сезон. Но опыт имеется. Когда ему было 15, вытащил из воды тонущего подростка. Спасательный круг висел. Вот. И не знал, если честно, как его кидать. Сразу сообразил. Просто взял, раскрутил. Кинул спасательный круг. Слава богу, повезло то, что сила у меня была большая. До него долетел спасательный круг. Он схватился. Подбежали уже сами спасатели. До него доплыли. С тех пор Артем, за плечами которого 11 лет занятий подводным плаванием, решил спасать людей профессионально. Вместе с будущими коллегами прошел специальную подготовку. И теперь дежурит на городском пляже. Спасательные посты в Самаре выставили 10 июня. Всего в областном центре. Ежедневно выходит на дежурство на пляжах 44 спасателя. Все 14 постов оснащены необходимым оборудованием. Спасательные круги, спасательные жилеты, нагрудники, детские и взрослые. Необходимые средства связи, средства громкоговорящей связи, что позволяет эффективно выполнять свои должностные обязанности спасателям. Официально купальный сезон в Самаре откроется 15 июня. К этому числу на пляжах установят необходимое оборудование. Скамейки, навесы, урны. До 31 августа спасатели будут находиться на постах с 9 утра до 10 вечера. С 1 до 15 сентября с 9 и до 21 часа. Спасатели ведут наблюдение с вышки, регулярно обходят подконтрольную территорию. Ведь помощь может понадобиться не только на воде, но и на суше. В случае необходимости вызывают бригаду медиков. Наталья Васильевна, рекомендации нашим телезрителям. Мы сегодня даем и говорим о безопасном отдыхе на воде. Но скажите, пожалуйста, все-таки чаще всего, что приводит к трагедии? Ведь несложно соблюдать элементарные меры предосторожности. Мы говорим сегодня о них. Не забывать о спасательных жилетах. Ни в коем случае не употреблять алкоголь. Но, как правило, отдых, к сожалению, с ним связан. Почему все-таки этого не происходит? И почему печальная статистика пополняется положительными случаями? Ну, наверное, отчасти потому, что, еще раз повторюсь, наши граждане не следят за статистикой. И всегда думают, что что-то случится, кто-то утонет, но это буду не я. К себе это никто, к сожалению, не относит. Поэтому мы наблюдаем картину. Гражданин, отдыхая даже на пляже или в другом месте, не соизмеряет свои возможности, возможности своего здоровья. С разбегу бежит, в воду прыгает. Разница температур иногда играет трагическую роль. С обрывов прыгают, уже такие, можно сказать, молодое поколение. Один прыгнул нормально, я пойду. Это все равно, что один прыгнул в колодец, и я за ним повторюсь. Никто же не видит, что там под водой. Прыгнул с тех же мостков. Вот не было там этого бревна. Откуда оно там взялось, непонятно. Вот вчера не было, сегодня оно появилось. Никто не следует. Прыжки запрещены в воду. Да ладно, пусть вот у меня ребенок, знаете, как нам иногда отвечают при патрулировании. Она умеет плавать. Но ей 5 лет. Да ничего, она умеет плавать. Одно дело уметь плавать. Другое дело – это уметь плавать в бассейне, где-то, где ребенок понимает, что за его контролируют. Смотрит в бассейне, тренер. Она себя там чувствует в таких комфортных, знакомой обстановке. И то нужно там соблюдать правила безопасности, потому что вода не прощает ошибок. А другое дело – вот такое самонадельное поведение родителей, что она умеет плавать. Ладно, я послежу с берега. Раз – отвернулся телефон, два – отвернулся телефон. А понять, что ребенок тонет, очень достаточно сложно. Потому что со стороны это может иногда выглядеть как по плаву. Да, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. И дальше пошло время, на секунду уже пошло время. Алкогольное опьянение. Это вот, ну, сейчас, как сказать, сложно, но наблюдается очень, особенно это не на пляжах. Там, где алкогольное опьянение, компания отдыхает, обязательно присутствуют дети. Это несанкционированное место, такое-то понятно. И вероятность трагических исходов очень велика. Рыбаки тоже с надувных лодок. И по прошлому году, и в этом году, скорее всего, вот надувная лодочка сидела, что-то с лодкой случилось неправильно. Потому что надувные лодки, они не подлежат государственной регистрации. Они весят там всего ничего, у них нет подвесного лодочного мотора. Он на нем, может, проколол и так далее, здоровье у кого, у кого-то неумение плавать. А если плюс еще и алкоголь, то здесь гибель, к сожалению, неизбежна. Ну, потому что, давайте вспомним, пьяному море по коленам, и пьяному все равно, где купаться. Компания в таком же состоянии. Да, и я внесли, пошел, нырнул, не вынырнул. Не вынырнул, не вынырнул, там, сколько времени проходит, а и надо позвонить. Еще иногда и телефон службы спасения многие не знают. Даже иногда, если в таком состоянии звонят, то даже не могут спокойно объяснить локацию, где это произошло. Скажите, а есть ли такая статистика, кто гибнут чаще, мужчина или женщина? Мужчина. Мужчина. Да, мужчина. Есть гибель женщины у нас, просто гибель ребенка – это ЧП, и мы прямо отдельно уже смотрим это, что, как произошло, вот, как предотвратить это. Опять говорю, что, уважаемые родители, все идет из семьи. Если вы позволяете себе и алкоголь, и вот такой вот безответственный отдых у воды, то ребенок, глядя на взрослых, он его повторяет. Вот, и поэтому для него иногда вот в лагерях мы работаем, рассказываем, а почему у меня вот нормально все, родители отдыхают, а мы там сами по себе, да пошли, где-то там нырнули. А вот у меня там друг, он нырнул, что-то он не выныривает, я раз его, он немножко уже нахлебался, то есть ребенок не осознает вот всю тяжесть последствий. Обывательская ситуация, да? Да, вот это все как бы на такой вот, а все хорошо, и все это. Но все-таки, если трагедия происходит, человек начинает тонуть, что делать? Ведь, как мы с вами уже говорили, что зачастую люди выбирают не совсем безлюдные места. Да, как правило, на берегу есть и другие отдыхающие, взрослые. Вот как правильно организовать спасение? Ситуация, что вы стали очевидцем. Первое, вы видите, поняли, что человеку нужна помощь, человек ведет себя на воде не как обычно, он как бы вот просит, а потому что крикнуть «помогите на воде», когда человек идет под воду, достаточно сложно. А ситуация, это, как бы это не банально звучало, успокоить утопающего, то есть дать понять, что мы видим, что вам нужна помощь, что мы вызвали спасателей, конечно. Обязательно, мне кажется, надо позвонить службу спасания. Здесь же счет идет на секунды, даже не на минуты. Если вы не профессиональный спасатель, либо не умеете плавать, вот представим себе, что вы видите человеку тонет, а вы не умеете плавать вообще, ну, один тонет будет, два человека тонуть, правильно, к чему это приведет? Если вы чувствуете в себе силы и возможности, хотя бы видели или знаете, что, навыки, успокойте человека там, да хоть стихи ему читайте, как вот у нас спасатели говорят, главное успокоиться, потому что он сам себе, вот находясь в паническом состоянии, сам себе усугубляет ситуацию. Чувствуете в себе силы подплывить к нему, там уже задайте несколько вопросов, если адекватный ответ. Может, подручные средства какие-то бросить в воду? Если вы, у вас есть рядом что-то длинное, там, я не знаю, круг, ну, это вряд ли, да, несанкционированное место, веревка длинная, палка. Зимой, когда мы говорим о спасении, и вода замерзшая, палка, да, летом, ну, веревка, скорее всего, потому что... Может быть, позвать на помощь окружающих, кто умеет плавать, кто может оказать спасение. Это если вы не умеете плавать, то, конечно, да, попробовать привлечь внимание. Подплыть к человеку, человек находится в таком вот, если он отвечает, вам адекватно сказать, что возьмитесь мне за плечо, или как-то до берега с ним доплыть. Если он, ну, в такой панике, что он за вас цепляется, то есть уже спасает свою жизнь, пытается и вас тоже увезти за воду. Ну, как один из вариантов, это, знаете, набрать воздуха, если вот он уже прям за вас цепляется, набрать побольше воздуха и поднырнуть как под утопающего. Поверьте, он за вами под воду не пойдет, то есть он вас отпустит. Вот. А дальше, ну, его сзади в основном вот захватывают и транспортируют к берегу. Если женщина там за волосы, и транспортируют к берегу. Ну, что же, завершая наш сегодняшний с вами разговор, Наталья Васильевна, какие бы вы чуткие и, конечно, практические рекомендации дали всем тем, кто отдыхает на воде, лето продолжается, и все-таки, чтобы помнили о безопасности своей и своих детей, пожалуйста. Если вы отдыхаете на маломерных судах, обратите внимание, одет ли на вас и на ваших детей в первую очередь там до 7-12-летнего возраста на открытый палубе, спасательные жилеты. Второй момент. При нахождении на маломерном судне ребенок должен быть в сопровождении взрослого. Третий момент. На пляже, конечно, рекомендация отдыхать на пляжах. Если вы в местах массового отдыха, это не пляж, следите, пожалуйста, конечно, исключите алкоголь, выберите время для отдыха утренне-вечерне и бдительность и за близкими, и за собой, и за своими детьми в первую очередь. Спасибо вам большое. В завершении хотелось бы сказать о хорошем, но жизнь обязывает нас быть реалистами. К сожалению, ежедневное патрулирование зон отдыха правоохранителями и спасателями не может кардинально изменить ситуацию с гибелью людей на воде. Осторожность, отказ от алкоголя, прикупание и объективная оценка своих возможностей – вот отличные предпосылки для того, чтобы долгожданное лето стало хорошим в смысле этого слова, незабываемым и безопасным. Вы смотрели программу «Город С». Всего хорошего. До свидания.